Привет ребят, у микрофона хомиш и сегодня в связи с серьезным снижением цен на видеокарты я бы хотел обсудить с вами какие видеокарты можно покупать, а в случае с которыми наоборот лучше воздержаться от покупки. Да, действительно новое поколение видеокарт Nvidia уже вышло, а именно RTX 4090 сегодня 12 октября стартовала во множестве стран. И например в DNS на складе уже имеются такие карты по ценам от 135 тысяч, хотя со временем скорее всего появятся и более дешевые версии. И это все при том, что 4090 гарантирует серьезный отрыв производительности даже от 3090 Ti. То есть эту модель можно и наверное даже нужно рассматривать к покупке, если ваш ПК готов к такому монстру, ну и естественно если финансы позволяют. Просто чтобы вы понимали, даже SLI из 3090 проигрывает по производительности новому топу. Кто-то скажет, что 130 тысяч за 4090 это лютый ценник, но ребят, вспомните с чего стартовала 3090. Короче смысл понятен, если финансы позволяют, то новинку можно покупать. А вот и что же до разных версий 4080, которые появятся примерно через месяц? Совсем недавно у себя в телеграм канале я показывал свежие тесты данных карт, где видно, что 16 гиговая 4080 лишь немного отрывается от 3090 Ti, а 12 гиговая по голой производительности даже ей уступает. Безусловно, DLSS 3 это серьезный аргумент, но с другой стороны, если у вас имеется возможность прямо сейчас выгодно купить 3080 или 3090, то лично я не ждал бы вот эти вот 4080. Особенно 12 гиговую версию. Но все же, если вам хочется именно новинку, то я бы лучше подождал 16 гиговую 4080, она хотя бы имеет смысл. Тем более, предположительно, данная карта стартанет с ценника ниже 100 тысяч рублей, где-то в районе 8090, а со временем еще больше подешевеет. И кстати, ребят, если вы еще не подписаны на мой телеграм канал, то самое время это исправлять. Мы стабильно постим актуальные новости, интересные предложения и многое другое. Короче, не стесняйтесь и заглядывайте в телегу по ссылке в описании или же в закрепленном комментарии. Для желающих поддержать, есть страничка на Boosty, ее я также оставляю в описании и в закрепленном комментарии. Ну и конечно, ребят, проверяйте подписку на канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, дабы оставаться в курсе всех новостей. Ладно, по 4000 линейке Nvidia мы вроде бы кратко пробежались. Теперь самое время перейти к 3000 GeForce и 6000 Radeon. Ну а для тех, кто очень хочет увидеть новинки от AMD, 7000 радики, придется подождать как минимум до конца ноября. Презентуют карты 3-го числа, а в продаже они должны будут появиться 22-го, и то это по предварительной информации. Что же до самой мощной карты из прошлых поколений, то это однозначно RTX 3090 Ti, которая прямо сейчас в ДНСе по Москве стартует со 100 тысяч рублей. Это гигабайт гейминг, далеко не самое удачное решение, но по такой цене их с гарантией, я думаю, можно брать. Тем более, все остальные версии ощутимо дороже. И да, ребят, безусловно, подобные карты вы можете найти дешевле в других магазинах, либо с Алиэкспресс, или через посредников в Телеграм-каналах. Мое дело простое, показать самый доступный и самый понятный вариант, а это как раз ДНС. Если у вас есть возможность взять дешевле, без гарантии, с ощутимой скидкой или еще как, то желаю удачи. Следующее по производительности RX 6 950 XT, и честно говоря, в ДНС за нее просят как-то много, я надеюсь на более адекватную скидку, и тысяч за 70 такую карту можно брать. А вот за 90 смысла не вижу. Далее было бы разумно показать обычную 3090, но их просто нет новых в продаже, зато в оценке их полно. Но оттуда карты покупать стоит лишь на свой страх и риск, хоть и безусловно имеются очень вкусные предложения. Вроде 6 700 XT за 27 тысяч, или например 3080 по 42. Короче, смысл вы поняли, уценку можно иметь ввиду, но это так же опасно, как и покупать карты после майнинга с Авито. Тем не менее 3090, конкретно в ДНСе, доступна лишь в оценке. Далее идет обычная RX 6 900 XT, и в ее случае ценник тоже выше, чем стоило бы за нее отдавать. Если у вас есть вариант взять такую карточку тысяч за 55-60, то берите. Но вот за 75 в ДНСе это все же перебор. Аналогичная ситуация с RTX 3080 Ti, за которую просят от 90 тысяч. Предложений очень мало, и, ребят, конечно, это оверпрайс. Такие карты мы не рассматриваем. Если у вас есть вариант купить 3080 Ti 1000 так за 60-70, то это имеет место быть, но явно не за 90. Чуть лучше обстоят дела с обычной 3080, но и даже она по оверпрайсу. Самая дешевая версия стоит 74 тысячи. И если уж очень хочется, то, наверное, можно брать, но я бы поискал более выгодные варианты. Куда приятней обстоят дела с RX 6800 XT, которые начинаются от 60 тысяч. И это очень удачная Sapphire Nitro+. Хорошая карта как и для 4К, так и, естественно, для 1440p. В отличие от 3080, 6800 XT явно можно брать по ценнику, указанному в ДНС. А что же до 3080, просто для понимания, турбо-версию от GIGI можно взять за 63 тысячи в Ситилинке. Ну или же уже за 70 есть Polit Game Rock, что не так уж и плохо, но все же дороговато. Я считаю, за эти деньги должны продавать 3080 Ti. Тем более, ребят, в течение ближайших месяцев карты продолжат дешеветь. Так что не переживайте, если хочется покупать что-то серьезное за большие деньги, лучше подождите. Или забейте на ожидание и берите более дешевые и удачные варианты. Что лично мне кажется куда более разумным решением. Сколько можно ждать? Этот бум майнинга и дефицит убил во многих желание играть в игры и вообще задумываться об апгрейде ПК. Согласен, есть в мире и проблемы посерьезней, но если именно они вас волнуют, то тогда почему вы смотрите этот видос? В общем, ладно, куда-то сильно в сторону мы отошли, возвращаемся к видеокартам. И тут по логике стоит показать обычную RX 6800. Ее можно взять, но лучше переплатить за XT-шку. Все-таки разница в ДНСе буквально пару тысяч. А еще, по какой-то необъяснимой причине, за 3070 Ti просят сильно много. Она начинается с 62,5 и это явно оверпрайз. Просто для сравнения, в том же стилинке можно взять Ti-ку 3070, начиная от 52 тысяч. Это значительно более разумный ценник. Далее RX 6750 XT и, честно говоря, она обходится как-то дорого. Я бы хотел, чтобы данная карта стартовала с 40-кета. И если вдруг у вас есть вариант приобрести ее за такой ценник, то, конечно, покупайте. Ну а в ДНСе лучше не переплачивайте. Обычная 3070 продается примерно за эти же деньги, начиная от 47 тысяч. И, в принципе, ее можно покупать за эти деньги, но все же лучше поискать дешевле тысяч, так на 7-8. А еще, к сожалению, тот же Ситилинк не может предложить более дешевые 3070. В отличие от Ti-ки, либо же 3080. Куда больше радует обычная RX 6700 XT, которая стартует со 41 тысячи. И, в принципе, за эти деньги ее можно брать, но лучше поискать тысяч, так на 5 дешевле. Далее идет RTX 3060 Ti, которую можно найти по заманчивым ценам. Но, ребят, не забывайте о проблемной памяти Hynix. Я все же советую обходить стороной эту модель. Тем более, аналогичную по производительности RX 6700, еще и с большим объемом видеопамяти, можно найти по более приятной цене. Начиная от 35 с половиной тысяч. А еще, прям рядом стоит RX 6 650 XT, которая также не особенно уступает той же 3060 Ti, но стартует с 31 тысячи. Как по мне, это более чем разумный ценник за такую видеокарту. Ну а что же до RTX 3060? Прямо сейчас она стартует с 35 тысяч в ДНСе, но это самый дешевый палит дуал. Вроде бы и можно брать, но я бы лучше накинул пару тысяч сверху и взял бы какую-то более удачную версию. Многие могли заметить, что я как-то обошел стороной обычную RX 6600 XT. Но, ребят, вы только посмотрите на ее цену в ДНСе. За эти деньги данную карту рассматривать нет никакого смысла. Тем более, куда более быстрые RX 6 700 или 6 650 XT продаются ощутимо дешевле. 6 600 XT можно брать тысяч так за 27-28, но не более. Зато, в случае с самой простой RX 6 600, цены просто не могут не радовать. Ведь они стартуют с 26 тысяч. И это все при том, что данная карта очень близка по своей производительности к RTX 3060. Моделей остается не так уж и много, и мы все ближе приближаемся к бюджетному сегменту. Имеются супер-версии 2060, которые стартуют с 29 тысяч, но, как по мне, это оверпрайс. Куда больше радует обычная 2060, которая стартует с 22 тысяч. И в таком случае это очень даже неплохое решение, особенно в сборке на третьем PCI-Express. Ну и где-то рядом RTX 3050. За нее почему-то все еще просят более 20 тысяч. И, ребят, конечно, за эти деньги покупать данную видеокарту не стоит. Лучше взять обычную RX 6 600, ну или на худой конец 2060. Они обе будут быстрее 3050. Самую бюджетную ампер-видеокарту имеет смысл брать тысяч так за 18. Кстати, GTX 1660 в супер-варианте или же Ti можно найти в этих пределах. Но, честно говоря, здесь лучше накинуть пару тысяч и взять хотя бы 2060. Кстати, бюджетный 6-тысячный радик RX 6 500 XT можно взять уже дешевле 15 тысяч. В принципе, это не так уж и плохо, но я бы хотел увидеть цены на данные карты в районе 10-11 тысяч. Но, что интересно, в этих пределах находится RX 6 400, которую можно взять в какую-нибудь компактную сборку. Ну или в качестве затычки. Также в DNS имеются новые RX 580 в районе 12-13 тысяч. И, чисто теоретически, с каким-нибудь Xeon они будут более чем адекватно работать в паре. Супер-версию 1650 я вообще не рассматриваю. Она всего лишь одна и за какие-то нереальные почти 60 тысяч. Честно говоря, вообще не понимаю, какой дурак столько заплатит за эту карту. Только если по ошибке или по пьяни. В то же время, обычная 1650 стартует примерно с 14 тысяч и, как по мне, это многовато. Ее ценник десятка. Примерно столько же хотят и за 1050 Ti, но она тоже вообще не имеет никакого смысла. Ну и не забываем про GTX 1630. Она, кстати, дешевле 1050 Ti. Вероятно, просто по приколу можно приобрести такую видеокарту. Но лично я считаю, что за данные затычки должны просить тысяч 7-8. Что же можно сказать, подводя итоги? Если вам хочется крутую и дорогую карту, то покупайте 4090, либо подождите 16-яговую 4080. Также, в принципе, можно взять 3090 Ti, если вы найдете удачное исполнение по хорошей цене. Имеет смысл 3080 и 3080 Ti также по хорошим ценам. А еще радует AMD-шный RX 6800 XT. Но не стоит забывать о проблемном ремонте красных карт, где нередко отлетает GPU, которые стоят каких-то просто космических денег. Поэтому в случае с AMD-шными картами я бы лучше покупал средняки и бюджетки. А еще вполне неплохими на сегодняшний день можно считать обычные 3070 и 3060. На этом все. Спасибо вам всем за просмотр. Поделитесь своими мыслями в комментариях под видео. Также обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать никакие видосы. Удачи и до новых встреч.